Ой, Мариус, быстрей! Посмотри, какая красота! Быстрее же, говорю! Вставай! Что случилось? Что случилось? Ты не слышишь? Там люди. Да, люди. Там целая толпа. За толпой идёт народ. За народом идёт весь Париж. А за Парижем идёт революция. Ну, наконец-то до тебя дошло. До того, чего ты так долго ждал. Наконец процесс пошёл. Остаётся только догадываться, чем всё это кончится. Нашей победой. Мы провозгласим республику. Это самый прекрасный день в моей жизни. Что с тобой? Что-то ты не очень рад. Этот бой и твой бой тоже. Когда я присоединился к вам, я был совсем один. Но всё изменилось. Всё изменилось. Козетта? Да. Козетта. Ну, хорошо. Ты её любишь. Но Баорэ, Курвер, Курфера, у них тоже были девушки, о которых они мечтали. Мои мечты стали реальностью. Козетта согласилась стать моей возлюбленной. Я больше не буду воевать. Ты нас покидаешь? Ты же сам сказал. Там огромная толпа. Одним больше, одним меньше. Что это изменит? Но у Козетты есть только я. И у меня есть только Козетта. Напомню вам, что ваш полк состоит из полицейских, а не солдат. Ваши люди должны забыть об оружии. Вот ваше новое оружие. Дайте мне список имён. Список главарей мятежников, которых надо арестовать сегодня ночью. Осмелись сказать, месье, что вряд ли за одну ночь можно остановить волну. Надо постараться. Каждый день промедления обходится стране слишком дорого. Эти несчастные даже не замечают, что губят Францию. Вы не поверите, но они считают, что у них есть политические идеалы. Большинство из них просто бандиты. Город пришёл в движение, и рано или поздно выйдет из берегов. И весь сброд всплывёт на поверхность. И что же вы предлагаете нам сделать? Пришло время прижать к тене некоторых преступников. Вот и всё. Жанна Вальжана, к примеру. Вы сами произнесли это имя. По крайней мере, это удобный случай. Если волей случая, этот человек повстречается вам снова, то вы исполните свой долг. Я сказал, случай, судьба. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Прекрасно. Охотнику всегда приходится полагаться на случай. Впрочем, так же, как и на своё оружие. Оружие. Да здравствует республика! Да здравствует республика! Республика или смерть. Прошу тишины. Вы, слушайте меня все. Ход пойдёт всё. Булыжники, бочки, перевёрнутые тележки, столы, стулья, сломанные ставни. Всё. Мы будем делать баррикады. Ура! С этой минутой это заведение – поле битвы простого народа с диспатизмом и тиранией. Да здравствует республика! Да здравствует республика! Марио, я знала, что вы придёте. Оставьте меня. Вы пришли сказать, слишком поздно. Слишком поздно? Она уехала. Уехала? Это невозможно. Я бы знал. Я сама видела, как они уезжали. Да, я понимаю. Они уехали на несколько дней с города, пока всё уляжется. Сейчас в Париже не лучшие времена. Да-да. Они не вернутся. Они заказывали фургон для переезда. Они забрали все свои вещи. Вы присутствовали при этом? Казетта наверняка просила вас передать что-нибудь для меня. Адрес, где я могу её найти, да? Нет. Ничего. Мариус, я в этом не виновата. Правда? Но она не могла уехать вот так. Я не могу в это поверить. Это невозможно. Мариус, вы странно выглядите. Давайте пропустим по стаканчику вина. Вам станет легче. Мариус, мне кажется, вы сходите с ума. Пойдёмте же. Пойдёмте. Смерть среди друзей не кажется мне безумием. Нет. Это не безумие. Мариус! Вернитесь, Мариус! Как всё началось? Несчастный случай на похоронах генерала Ламарка. Три выстрела по солдатам драгунского полка. Кто стрелял, никто не знает. Кто-то из толпы. Полк ответил стрельбой. И разразилась буря. Потрясающе. И что теперь? Теперь трудно действовать аккуратно. 24 тысячи солдат в Париже и 30 тысяч разбросанных у городских застав. Не так уж мало. А народ? Мы собрали кое-какой арсенал в казарме ветеранов. И у двух мельниц. На центральном рынке уже соорудили 27 баррикад. Кого ждём? Тебя. Мы ждём тебя. А Мариус? Он воздержался. Любовь – достаточное оправдание для всего. Мне будет не хватать звона этих бубенчиков. Другими словами, мне будет очень недоставать вас, мсье Фошлеван. Подумайте хорошенько. Никто не обязывает вас участвовать в этой трагедии. Гражданская война. Все войны гражданские, потому что все люди – братья. Могу я рассчитывать на ваше благословение? Воина Господа, Отца нашего Всемогущего. Аминь. Аминь. Заметьте, мсье Фошлеван, что я приняла все меры предосторожности и благословила вас, прежде чем узнать. Что узнать? На чьей вы стороне. Честно говоря, матушка, я ещё сам не решил. Я уверен лишь в одном. Никто и никогда не заставит меня стрелять в моего брата. Когда я узнаю, на чьей он стороне, я присоединяюсь к нему. Ваш брат. Надеюсь, что я его спасла не для того, чтобы он стал на сторону этих одержимых. Он называет их отверженными. Не знаю, что означает понятие «ветер истории», но этот ветер мне по душе. Да здравствует революция. Революция означает «беспорядок». А чтобы затаиться, беспорядок нам подходит даже лучше Англии. Подождём и посмотрим, во что всё это выльется. Пока длятся волнения, мне не грозит увидеться с Джавером. По крайней мере, не так скоро. Пойду скажу казать, и она обрадуется. Спит. Как я могу потревожить твои сны, твои мечты? Я больше не мечтаю. Я так намечтался на каторге за все эти годы. Те, кто там не мечтает, не выживают. А сейчас, когда ты рядом, ничто больше не имеет значения. Ты писала письмо. Кому? Ты ведь знаешь только меня. Возлюбленный мой, спешу лишь пару строк, чтобы объяснить тебе, почему я вынужден уехать. Нас ждёт разлука. Мой... Мой отец уезжает в Англию. И он настаивает, чтобы я ехала вместе с ним завтра. Я целую тебя в последний раз. Коза-то она влюблена. Но в кого? Влюблена. Кто посмел нарушить её покой? Кто? Кто он? Кто? Я же представил тебя следить за ней. Ты хоть понимаешь, как опасна? Это её любовь. Я умру, если она покинет меня. Последний раз спрашиваю, кто он? Напиши его имя. Я сказал, напиши имя. Ты не знаешь. Он похитил у меня Козетту. А ты не знаешь, кто этот вар. Он хочет забрать у меня самое прекрасное, что было в моей жизни. Я ещё никогда не слышала, чтобы вы так кричали. Я не сделала ничего плохого. Я не чувствую себя виноватой. Если бы вы спросили меня об этом, я бы вам всё рассказала. Я не спросил, а теперь спрошу, кто он? Барон Мариус Померси. Не знаю такого. Тот, кто спас вам жизнь. Никто никогда меня не спасал. Если это было необходимо, я сам спасал себя. В ту ночь, когда Тенардио устроил вам засаду, именно Мариус предупредил полицию. И он же стрелял. Это он пошёл к Жаверу? Полиция? Не в полицию, а к Жаверу. Это разные вещи. Ты права. Я ему многим обязан. Но без Мариуса... Без Мариуса я всё равно бы выбрался. Велика важность. И что, он возомнил, что имеет какие-то права? Право забрать у меня дочь? Не он забрал меня у вас. А я сама отдала себя ему. Прошу тебя, Казетта. Я не такой, как ты. Я не так образован и не могу так легко играть словами. Я люблю его. Нет. Я люблю Мариуса. И Мариус любит меня. Что в этом плохого? Только не говорите, что любовь – это зло. Только не вы. Почему? Потому что вы воплощение любви. Мы говорим о разной любви. Ты слишком юна для любви мужчины. Мне 20 лет. В 20 лет не любят. Я уверена, что вы в 20 лет любили. Я в 20 только ненавидел. Я вам не верю. Я уверена, что если вы вспомните молодость, вы меня поймете. Если бы я мог тебе все рассказать, это ты никогда не поймешь. Это ты выросла девочкой полной любви, дорогой папочка, милый папочка. Как я о тебе заботился, а ты все это время думала только о нем. Где ты с ним встречалась? В саду. Мы виделись всего по несколько минут. И в общей сложности они не составят даже и целого дня. Где он? Какая разница? Козетта. Где он живет? Улица Шанврари. Тусен, я ухожу. Куда вы идете? Закрой двери. Никто не должен приближаться к Козете. У тебя есть пистолет? Отец, нет! Простая предосторожность на улицах мятежники. У нас возникли трудности. Нам не хватает материалов, чтобы сделать вторую баррикаду. С тыла мы совсем не защищены. Военные все равно не смогут пробраться на улицу Мандитур. КОНЕЦ Нужны еще булыжники. Нечем закрыть эту брешь. В монастырских погребах есть еще бочки. Кто пойдет туда со мной? Готово. Кто здесь главный? Его зовут Анжой Расс. А кто он? Генерал? Генерал и по ту сторону баррикад. Здесь все братья. Я сирота. Где его можно найти? Кафе Мюзен. Я к Анжой Рассу. Где Анжой Расс? Он там. Приветствую, братья. Я хочу записаться к вам. Ну что ж, юность на нашей стороне. Помогай перевязывать. Перевязывать? Я хочу сражаться. Мне нужно ружье. Тебе ружье? Ружье. У меня было ружье, когда мы сражались против Карла Десятого. У нас не хватает на всех оружия. Займись делом, если хочешь помочь. Ну что еще? Сказали же, займись делом. У меня проблема. Удивил. У нас их миллион. Не добавляй нам еще. Сначала посмотрите сюда. Вы знаете этого типа? Он был одним из первых, кто к нам присоединился. Это Ищейка. Его зовут Джавер. Он из полиции. Да? Ну что ж, к нам же примкнула армия. Чем полиция хуже? Постой-ка. Я узнал тебя, ты гавров, друг месье Фавро. Что ты здесь делаешь? А вы? Вы что здесь делаете? Видите, здесь никого нет. Вы из полиции? Я не знала, что этот Анжель Расс готовил восстание. Не знала? Мне плевать на него. Я ищу того, кто жил с ним. Мариуса Понмерси. А этот точно не замешан ни в чем. У него мысли витают в облаках. Он мне напоминает лунатика. Знаете, такие люди ходят по крышам и предсказывают будущее. А когда они возвращаются, они рассказывают, что видели. Как разверзли с ней беса. Вы знаете, куда он пошел? Может, он в этом кафе? Они всегда там? В каком кафе? Кафе Мюзен. Но в этом квартале сейчас особенно опасно. Шальные пули так и свистят. Если пули шальные, тебе уже все равно, кто в тебя стреляет. Не большие все живы. Четыре-пай! Скажи, у вас! Ну все. А, спасибо заver мудрость! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они здесь. Мы готовы. Пойдёмте. Быстрее. Нужно подождать, пока они подойдут вплотную. Стрелять нужно. Наверняка патронов мало. Хорошо. Монферран, не тратьте зря патроны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Они пойдут на пролом. Вы готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятьдесят три. Что? У вас пятьдесят три человека, в то время как их... Вы сказали вас, а не нас. Значит, вы не с нами? Это самоубийство. У вас нет ни малейшего шанса выжить, только если вы не сдадитесь. Если ты не собираешься сражаться, что же ты тогда здесь делаешь? Исполняю свой долг. Я агент национальной безопасности. Я же говорил тебе, что он стукач. Перекажите всем сдаться, иначе назад дороги не будет. В лучшем случае, все закончится несколькими годами тюрьмы. А в худшем... Уведите его! Среди нас предатель! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо привязать его. Наши имена. Наши адреса. Места, где мы бываем, и даже женщины, с которыми мы спим. Тебя расстреляют за две минуты до того, как падет баррикада. Если она падет... Она падет, не сомневайтесь. За что сражаемся? Да здравствует революция! Огонь! Один упал! Прекратите стрелять! Что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы нас расстреляли? Друзья, послушайте меня. Мы только зря тратим пора. Мы ответим им завтра днем. Да, если протянем. Кто встанет на место Знаменного? Его убьют! Гаврош! Только не он! Тебя подстрелят, Гаврош! Да здравствует революция! Да здравствует Париж! Да здравствуй я! Огонь! Гаврош! Только не ты, Гаврош! Только не ты! Альф! Как не стыдно давать пинка герою? Послушай, Гаврош, у меня есть для тебя задание. Если вы будете накрывать каждый труп, ваш гардероб быстро опустеет. Это ты его? Нет, клянусь, он уже здесь лежал. Мне дали тайное задание. Военные и полицейские повсюду, будьте осторожны. Их 10 тысяч, а нас всего 80 человек. Уже святая. Они разгромят вас в пух и прах, заколят штыками. Пусть попробуют. Узнают, чего мы стоим. Один раз, может, еще раз, а потом. Вы станете предводителем баррикады мертвецов, прежде чем убьют вас. Вы слышите колокол? Это означает, что мы возводим новые баррикады, а к полудню весь Париж будет забаррикадирован. Мы ждем. Подкрепление. Гаврош говорит, подкрепления не будет. Он вернулся? Я же специально отправил его подальше, чтобы его не подстрелили. Он привел какого-то странного типа, хорошо одетый, с бешеными глазами. Я поставил его часовым на улице Мандетур. Есть еще плохие новости. Волна протеста сходит на нет. Люди расходятся. Что будем делать? Если народ покидает республиканцев, республиканцы не покинут народ. Мы останемся. Держимся до последнего. Заряжайте. Огонь. Эй, ты! Ты куда? Помочь им? Стой. Если они доберутся сюда, нам прыжка. Пойдем-ка. Подожжешь фитиль и бросишь под ноги. Эта штука убьет сразу 15-20 человек. Но если неправильно подожжешь фитиль, сам взлетишь на воздух. Дай мне ключи от дома. Сейчас же. Если нет. Я не могу это сделать. Я не научилась причинить зло. Я до сих пор так и не научилась этому. Я не могу. Я не могу. Эта штука убьет сразу 15-20 человек. Эта штука убьет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, ты мерзкий оборванец. Мариус! Мариус! Нет! Все назад. Разойдитесь. Или я взорву баррикаду. Каким образом? Хочешь узнать? Он спятил. Бежим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая досада. Мариус, я знал, что ты вернешься к нам. Но если ты здесь, это означает, что не будем больше говорить о Козетте. Мариус, что бы ни сделала эта девушка, не стоит сводить счеты с жизнью. Мне нужны воины, а не трупы. Я думаю, тебе тоже понадобится удача. Отправьте мое тело моему дедушке. Месье Жиль Норману. Улица Филь де Кальвер. Мариус! Непонин! Что вы здесь делаете? Я умираю. Нет. Вы не умрете? Нет. Нет. Они целились в вас. Я увидела палец на курке и бросилась. Теперь мне лучше. Мне хорошо. Боль ушла. Ипонин, я не хочу, чтобы вы умирали. Ну, умираю не только я одна. Вы тоже умрете. Как и все остальные, кто здесь сражается. Ваша смерть меня не утешает. Ее она тоже не утешит. Козетта? Да, Козетта. Вы находите меня безобразной? Нет, нет. Ничуть. Да, я знаю. По сравнению с ней я ничто. Но если бы ее не было, возможно, вы бы обратили на меня внимание. Но этого уже не случится. Вот теперь вы на меня смотрите. Вы смотрите на меня. Я знаю это. Потому что я умираю. Ипонин, если я причинил вам боль, я прошу у вас прощения. Вам не за что просить прощения. Вы не знаете, что такое боль и зло. Если бы вы знали, какая я злая. Мы все плохие люди. Все эти нарди. Гаврош говорит, что вы думаете, что вашего отца спас мой отец. Но все было не так. Он думал, что ваш отец мертв. Он действительно вытащил его. Но он не собирался его спасать. Тогда зачем же? Он хотел украсть у него часы. Этого не может быть. Вы бредите. Я похожа на него. Я сказала вам, что Казетта уехала из усадьбы. Но это неправда. Она все еще там. Она отдала мне письмо для вас. Но я вам его не передала. Я хотела помешать вам встретиться с ней и наказать вас. Казетта здесь? Она ждет меня. Спасибо, Эпонин. Спасибо. Нет, постойте. Вы нужны мне. Побудьте рядом еще немного. Подождите, пока я не отойду. Я здесь. Я здесь. Я не знаю, чего я хочу больше. Вашего счастья или вашего несчастья. Не беспокойтесь за меня. Обратитесь к Господу. Но я люблю вас. Мариус, обещайте мне кое-что. Я все равно умру. Поцелуйте меня один раз. В лоб. На той баррикаде большие проблемы. А Пон Мерси, никаких новостей? Он там. Кто он? Возлюбленный Казетты. Вы спросите, откуда я это знаю? Он сам мне сказал. Я познакомился с ним тогда. Он еще не знал ее имени, а был уже безуматнее. Это не просто любовь. Это намного больше. Это как огромное пламя, которое выжигает все, что стоит у него на пути. Я найду способ воспрепятствовать этому. Вам бы лучше подумать о ней, о своей любимой Казетте. Вот-вот рухнут баррикады. И если вы умрете, что станет с ней? Я уйду, когда повидаюсь в Пон Мерси. Казетте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Что делать с этими патронами? Надо передать на следующие баррикады! Ты же вроде должен стоять на улице Мандитур! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Подождите, пока дым рассеется и покончите с ним! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!